Думаю, что это просто привычка уже теперь. Ну, посмотрите, там ходишь в кафе или в ресторан, за столом сидят подростки, их, скажем, пять человек, да, они пришли мороженое, например, там есть. Они друг с другом общаются через смс-ки, вместо того, чтобы друг с другом, те, кто за столом сидят, вы вообще представляете, и уже пришли, уже тогда не приходили бы, если вы пришли, может, вы друг с другом побеседуете? Это плохие, конечно, признаки, потому что, ну, это длинный разговор, это просто мозговые нарушения, потому что этим же много занимается людей. Это аддикшн в самом прямом смысле, да, это зависимость в самом настоящем смысле. То есть, если вы посмотрите сканы мозга, ну, скажем, функциональный магнитный резонанс у тех, кто зависим от наркотиков или от алкоголизма, или уже очень крепко вляпался в компьютер-иллнес, так сказать, то это будут одинаковые сканы. Мозг реагирует на факт зависимости. Говорить о том, что давайте это прекратим, а будем жить, как жили раньше, это пустые разговоры. Этого все равно не будет, и это уже все понятно. Вот, ну, значит, что-то надо делать, но все-таки показательным является то, что, если я не ошибаюсь, Билл Гейтс разрешает Wi-Fi у себя в доме в течение двух часов в сутки, а остальное время вырубает. Он понимает, что он делает. Так нет, в закрытых, в серьезных школах, в серьезных, которые не про деньги, а которые готовят настоящую элиту, они, разумеется, не допустят такого дела. Ну, хорошо, они будут лишены много чего. Они будут лишены торговли наркотиками, да, проституции, они будут лишены. Ну, как говорит один мой близкий приятель, и он же очень крупный психолог московский, Сергей Николопов, он говорит фразу, которую я как услышала, так вот теперь и повторяю, как попугай. Ничто не заменит дружеского подзатыльника во дворе. Это абсолютно точно. Абсолютно точно.